Что делать, если мужчины хотят от тебя только секса и совершенно не хотят каких-то серьезных отношений? Почему вообще в принципе мужчины ради тебя не стараются, не завоевывают тебя, не ломают копьи, не совершают подвиги? Как из категории вечной любовницы перейти в категорию любимых женщин? Ставьте мне, пожалуйста, лайк, подписывайтесь прямо сейчас на мой канал, буду учить вас саму разуму. Сегодня я вам хочу дать три причины. По которым, возможно, мужчины вас воспринимают исключительно как очень удобную девушку, которую можно юзать как угодно и которой они ничем абсолютно не обязаны. И, соответственно, я дам вам три способа изменить эту ситуацию. Вообще, хочу начать со своего примера и со своего жизненного опыта. Очень много сейчас информации о том, какой должна быть женщина, чтобы она была для серьезных отношений, чтобы она была женщина-жена, чтобы она была достойна там чего-то, кого-то, завоеваний мужских подвигов. Очень много нам дают каких-то инструкций, гайдлайнс, как себя нужно вести, как не нужно, как нужно одеваться, как не нужно, как нужно говорить, как не нужно. И реально уже создается впечатление, что он мог тебя использовать ради секса и убежать, потому что ты там как-то не так разговор повела, потому что ты не на том свидании отдалась ему, еще что-то. И вот так вот мы можем заморачиваться до бесконечности. Хотя на самом деле все очень просто. Вот делаю для вас мучительное, но признание, что у меня в жизни был один период, когда мне очень не хотелось, чтобы мужчины в меня влюблялись. Для меня это был реальный стресс, реальная травма. Ну, я в своих прошлых видео об этом рассказывала, вы можете посмотреть эти истории. И я просто вот настолько думала, все, нет никаких серьезных отношений, только бы мужчина в меня не влюбился, а то я не смогу ему ответить взаимностью, у меня будет чувство вины. В общем, я была вот настроена прямо противоположно. Все, что угодно, только несерьезные отношения. И я вела себя самым, что ни на есть худшим образом. Я всячески просто вот делала все, что могла, чтобы мужчины меня воспринимали чисто как легкую такую девушку, свиданки, флирт, секс и не более того. И что вы думаете? Естественно, по закону подлости, чем больше я старалась быть такой вообще легкой, шлюховатой, развеселой, отвязной девчонкой, тем больше мужчины на меня западали, залипали, влюблялись, там, ломали копья и так далее. И я поняла, что на самом деле не твое поведение определяет, будет мужчина тебя завоевывать или нет, а твои мысли и твои установки. Сейчас объясню и сейчас назову вам три причины, по которым, возможно, мужчины вас не завоевывают и не воспринимают вас всерьез. Первая причина, почему мужчины ради вас не стараются, вас не завоевывают, в том, что вы женщина-пудель. Хороший такой милый пуделек. Объясню, что это значит. Вот есть женщины-хищники, а есть женщины-домашние питомцы. Одни любят свободу, а другие любят, чтобы был хозяин, чтобы был дом, чтобы был поводочек. И вот вы подумайте сами, да, в мире природы как происходит, на кого ходят, охотятся мужчины в лес? На тигров, на кабанов, на волков, на диких зверей. На зверей, которые любят свободу, которые ценят свободу, для которых свобода – это все. Которые будут до последнего убегать, сопротивляться, потому что, ну, свобода – это их максимальная ценность, да. И, соответственно, вы не найдете в мире ни одного человека, который бы охотился на кошек, на собак, на хомячков домашних, я не знаю. Нет таких людей. Почему? Да потому что на них не надо охотиться. Их вот так вот почешешь за ушком, они сами прибегут, задние лапки встанут и залезут к тебе на грудь и будут мурлыкать тебе на ушко. Потому что они домашние, они не убегают, им как бы не цена свобода, им ценен хозяин. Они вот любят, чтобы у них был дом, был поводок, был хозяин. И вот, возможно, вам было очень обидно, когда вы видели, что за какой-то люськой, которая пухлая, как кабан, со щетиной на ногах, как у кабана, которая вообще ведет себя совершенно непотребным хабальским образом, но даже за ней, например, мужики охотятся и бегают, и что-то там. Может быть, конечно, сомнительного качества мужики, но бегают. А вы такая вся из себя причесанная, красивая, затюнингованная, умная, образованная, интеллигентная, прокачанная сотней тренингов, сидите и глухо. Потому что Зинка, пусть она и кабан, но она дикий кабан, она свободолюбивый кабан, она любит свободу, она ценит свою свободу. Она ее не променяет просто так, не отдаст ни за что. А вы поделек, вы ищете хозяина, вы ищете, кто бы меня взял на поводок, кто бы меня взял домой, кто бы меня выгулил, покормил, поменял мне лоток и так далее. То есть вы домашнее по натуре существо. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы абсолютно не цените свою свободу, вы не считаете ее чем-то важным в своей жизни, вы не наслаждаетесь своей свободой, вы ее не считаете своей ценностью, и вы готовы отказаться от нее ради любого первого, встречного и поперечного. И мужчины это чувствуют. И знаете, что они считывают? Она не ценит свою свободу, она ценит поводок. Значит, мою свободу она тоже ценить не будет. Этот поводок будет работать в обе стороны. И мужчины будут чувствовать, что вы их хотите на поводок посадить. Ну и сами понимаете, что это мало кого как бы устраивает, мало кого привлекает. И зачем им за вами охотиться? Во-первых, вы сами вот так вот пляшете, да, как пуделек. Какой я красивый, нарядный пуделек. А во-вторых, они понимают, что женщина, которая не ценит свободу, скорее всего, она будет загонять его под каблук, ограничивать его свободу. Говорит, ты теперь женатый мужчина, сиди дома в 9 вечера, отбой, ложись, повернись к стенке, спи спокойно. Вот и все. То есть, представляете, всего одну вещь вам надо в себе развить. Это научиться ценить как свою свободу, так и свободу мужчины. И как только вы это сделаете, вы станете очень привлекательной добычей. Такой, как, я не знаю, как тигрица, как львица, как очень быстрый ягуар. Очень просто все. Любовь к свободе. Вторая причина, по которой, возможно, вас воспринимают как девушку только для секса, это, как ни парадоксально, то, что вы недостаточно цените секс. Секс не является для вас сам по себе ценностью. Вам кажется, что это что-то там на пятом, десятом, двадцать пятом месте в вашей жизни. Это вообще... Секс – это не главное. Секс – это не важно. Это же главное, чтобы душевная близость, чтобы тыры-пыры-растопыры, чтобы эмоциональная связь, чтобы серьезные отношения, чтобы обязательства на себя взял. То есть, вы абсолютно не считаете секс чем-то важным и ценным. И в этом, как ни парадоксально, ваша ошибка. Ведь представьте себе, допустим, вы встречались, встречались, потом переспали, и, например, потом он вам больше не позвонил. Вот подумайте логически. Если вы занялись сексом, и секс был хороший, и вам очень понравилось, и это было прямо вау, то это ведь само по себе уже достаточно круто, разве нет? У вас был хороший секс. Это не каждый день у женщины бывает, к сожалению. Почему бы не сказать, да, окей, к сожалению, мы не закончили в ЗАГСе нашу историю, но ничего страшного, зато был хороший секс. Это лучше, чем ничего. Будет что на старости лет вспомнить. Пардон. А если у вас секс был, и секс был плохой, и после него он вам не перезвонил, а чего вы расстраиваетесь, что он не перезвонил после плохого секса? Вы хотите еще встретиться, чтобы был еще плохой секс? Вы хотите пожениться, чтобы у вас был каждый день гарантированно плохой секс с этим мужчиной? Что это такое? Ведь секс – это то, через что очень сильно проявляется ваша совместимость, либо несовместимость. Поэтому я считаю, что секс нельзя недооценивать. И вот это вот «я ему максимально долго не буду давать секса, чтобы он уже точно привязался, чтобы потом он точно от меня не ушел, даже если после секса, чтобы вот он очень долго меня добивался, и тогда он точно после секса от меня не уйдет». Девочки, если секс был плохой, если в сексе как бы выяснилась и вскрылась ваша несовместимость, скорее всего нормальный, адекватный, честный мужчина после него будет как-то закруглять отношения. Да и вам на самом деле стоило бы так сделать, потому что зачем вам строить отношения с мужчиной, с которым у вас нет сексуальной совместимости? И на самом деле тут все очень просто. Как только вы позволите себе любить секс, говорить, что «да, секс для меня – это ценность. Хороший секс – это важная составляющая моего счастья. Я хочу отношения, чтобы были и серьезные, и глубокие, но при этом и с хорошим сексом». Вот как только вы смените свои установки от «секс – это не главное, секс на 505-м месте, лишь бы там что-то как-то», да, да, секс для меня важен в том числе. Если у меня есть хороший секс, даже если он не закончился свадьбы, я все равно буду радоваться просто хорошему сексу. А если у меня был нехороший секс, я сделаю свои выводы и не буду любой ценой протаскивать эти отношения к алтарю, потому что у нас нет базовой сексуальной совместимости. Так вот, как только вы научитесь ценить секс, вы поразитесь, но все вот эгоистичные мужчины-пользователи у вас сразу моментально отсеются. Это просто вам говорю на своей практике. Вот у меня сейчас проходил и проходит вебинарный курс «Роковая женщина», где мы 8 уроков с девочками пошагово прорабатываем все блоки, все барьеры на пути к счастливым, серьезным, гармоничным отношениям. И на самом деле уже вот на первом же уроке мы с девочками прорабатывали эту тему, тему «Девушка только для секса», и на самом деле девочки просто поразились как одно простое упражнение – упражнение на развитие нашей чувственности. Когда ты признаешь, что «Да, я чувственная женщина», «Да, я имею полное право получать сексуальное удовольствие», «Да, у меня есть физиологические потребности, и их удовлетворять – это просто святое дело на самом-то деле. Это нужно для моего гормонального баланса, здоровья, хорошего настроения». И девчонки просто были в шоке, как вот от одного такого простого переосмысления качественно изменились мужчины вокруг. И действительно, мне потом писали в отзывах, что, Вик, действительно, как только я стала ценить секс, мужчины, которые не готовы стараться, не готовы выкладываться в том числе и в постель, они быстро отсеялись. Они моментально отсеялись, потому что на самом деле мужчина-завоеватель, мужчина, который готов ради тебя, блин, на подвиге, он будет это проявлять во всех сферах жизни, в том числе и в сексе. Поэтому через секс тоже можно заставить мужчину себя завоевывать. И это очень просто сделать. Для этого просто не нужно давать ему послабление, не нужно изображать оргазм, не нужно давать ему вот расслабуху, халяву. Он говорит, да, дорогой, я хочу, мне нравится, мне нравится так-то. И он будет стараться, он будет держать для тебя планку, и ему самому это будет в кайф, во-первых. И он уже будет знать, что он в тебя вложился энергетически, сексуально, морально, физически, просто с него там 10 потов сошло, да. И это тоже процесс завоевания, и это тоже нужно ценить и понимать, и любить. Поэтому на самом деле, девчонки, если вы хотите эту тему проработать, если вы хотите убрать вот эту излишнюю стыдливость, который секс – это плохо, если я покажу, что я хочу секса, я шлюха, если я буду с кем-то спать, они меня сразу бросят, да, у вас наверняка есть такие страхи и стыд. Вот если их убрать, ваша жизнь и ваша личная жизнь очень быстро наладятся. Поэтому если вы хотите пройти мой курс вебинаров «Роковая женщина», его можно пройти как по отдельным урокам, так и целиком, пожалуйста, читайте программу, записывайтесь, активная ссылочка в описании к этому видео. Третья причина, по которой, возможно, мужчины не хотят с вами серьезных отношений, это когда вы действительно не показываете им ничего, кроме рогатки и жажды обладания. Вот бывает такое, что девушка не успела действительно перед мужчиной раскрыться. Раскрыться интеллектуально, эмоционально, духовно. Она успела перед ним раскрыться только на физическом сексуальном плане. И хотя это, в принципе, нормально, да, то есть показать свою внешность, свою сексуальность, свою привлекательность, свой магнетизм – это абсолютно нормальная вещь, да. Но если вы помимо этого не показали ничего, кроме жажды обладания, вот какая я красивая, сексуальная, вот как я страстно делаю минет, давай, будь моим навсегда. Это тоже на самом деле отталкивает и отпугивает. Вообще отпугивает вот этот вот паттерн, этот вот посыл. Я хочу тебя захомутать. Я хочу тебя захомутать. Иди ко мне, мой касатик, да. Очень часто, действительно, девушки его показывают, этот паттерн совершенно неосознанно. Дело в том, что вы таким образом выказываете свой страх. Это когда вы там переспали с ним, и потом сидите и нервничаете. Он мне позвонит, он мне не позвонит. Или даже спрашиваете его. Тебе все понравилось, ты мне еще позвонишь. Вот так, понимаете, да, о чем я говорю, да. Или сами начинаете ему написывать, названивать сразу же, строить какие-то планы. А что мы делаем в следующие выходные? Мы же увидимся, да, правда. То есть вы показываете такое вот невротичное желание захомутать его, сделать его своей собственностью. Что считывает мужчина? Он считывает так. Девушка не уверена в себе. Девушка не ценит свою свободу. Может быть, у девушки не настолько интересная жизнь, и все, что в ее жизни важно, это чтобы я ей позвонил. Ему скучно становится. Ему скучно, потому что он чувствует ваш страх, да, он чувствует вашу слабость, вашу неуверенность, вашу невротичность. И интуитивно он понимает, что если он вам позвонит, съедется с вами, женится на вас, ему потом с вашими этими тараканами жить. И от того, что он вам позвонит, или даже женится на вас, ваши тараканы никуда не уйдут. Мужчина это интуитивно чувствует, что потом он всю жизнь будет жить вот так вот, и с работы в 7 вечера, в 7.15 ему уже звоните, а что ты так долго, ты где едешь, да, сколько, где ты едешь? То есть он понимает, что вот вы человек невротик, ему потом с этим невротиком жить, а ему это надо. Блин, секс того не стоит. Вот почикаться можно, а вот жить и ваших тараканов выгуливать, да, и как-то с ними бороться, ему не хочется. Но он имеет на это право, он не психотерапевт, он не психолог, он не обязан, да, с этими вашими неврозами и комплексами работать. То есть если действительно мужчина, кроме секса, видит только ваши комплексы, ваше невротичное желание его захомутать, обладать им, да, загнать его под каблук, посадить его на поводок, ну, естественно, зачем ему это надо? Поэтому в этом случае, если вы понимаете, что это ваша история, для вас лучше всего сначала пройти либо психотерапию, либо осознать свои страхи и проработать со своими страхами. Это, как правило, страх одиночества, страх быть брошенной, страх неизвестности, ощущение, что я слабая, беспомощная, что без мужчины я никто, что я ничтожество, да, если у меня нету члена рядом со мной, если в моей ванной не стоит вторая зубная щетка, да, что вот женщина, которая не вышла замуж, ничего не добилась. Возможно, у вас есть эти установки, и именно эти установки, а не что-то другое, делает вас вот такой вот не особо-то привлекательной для серьезных отношений. Уберите эти установки. Это дело 15-30 минут. 15-30 минут в день вы будете заниматься, и эти установки уйдут, и вы будете спокойны, и вы не будете говорить после секса, ты мне перезвонишь? Вы будете думать сама, ну как, мне понравилось, не понравилось, захочу ли я, чтобы он мне позвонил вообще, возьму ли я трубку, если он мне позвонит? Вот как вы будете думать, когда вы будете уверены в себе, в своей ценности, и в своей привлекательности для мужчин. И, кстати говоря, эти установки мы тоже чистили уже на втором уроке курса «Роковая женщина». Так что, если вы хотите вычистить страхи, комплексы, особенно страх одиночества, да, девочки, в первую очередь, страх одиночества заставляет нас вести себя неадекватно, если вы хотите с ним распрощаться, опять же, курс «Роковая женщина». Вы увидите, что техники вычищения этих эмоций очень просты и их может сделать любая девушка и жить спокойно, жить с удовольствием, не делать мозги ни себе, ни мужчинам. Так что, девочки, если вы переживаете из-за того, что вас используют для секса, вместо того, чтобы завоевывать, любить, уважать, носить на руках, поймите, дело не в вас, и дело не в мужчинах. Дело исключительно в образе вашего мышления. В том, что вы, например, оцениваете секс как грязь, в том, что иногда вы себя оцениваете как грязь, как ничтожество, как что-то совершенно незначительное и недостойное мужских подвигов, мужского уважения, мужской любви. Я надеюсь, что это видео помогло вам понять, какой случай ваш. Может быть, вам не хватает любви к свободе, может быть, вам надо поработать над этим и научиться ценить свою свободу, понимать, что это огромное счастье, огромная радость. Как ценить свою свободу? А представьте, что вы, например, одна из жен в гареме султана, и представьте, что у вас есть, может быть, золотая, но клетка, и у вас есть все богатства и все блага мира, и мужчина вам все бриллианты к ногам кидает, но у вас нету права даже выйти и показать свое лицо на улице, у вас нету права улыбнуться мужчине, у вас нету права сказать спасибо в ответ на комплимент, и вообще, если вам кто-то комплимент сделает, это будет трагедией. Вот представьте себе, каково вам будет жить без вашей свободы, которую вы сейчас совершенно не цените и совершенно не понимаете, какое это счастье, какое счастье, когда ты можешь с разными мужчинами знакомиться, с разными мужчинами флиртовать, улыбаться, получать комплименты, с разными мужчинами ходить на свидание, вообще имеешь выбор какой-то, тебя не просто за поводок привели и женили на том, на ком твои родители или кто-то сказал тебе. Оцените свою свободу, не принимайте ее как должное, потому что, возможно, она у вас будет не всегда, и даже женщины, которые замужем и которые долго замужем, вы не представляете, как порой они завидуют вам, одиноким девушкам, и как порой им хочется на один день опять стать холостячкой, опять пойти на дискотеку до пяти утра, опять сходить на свидание, опять попереписываться с прекрасным незнакомцем в соцсетях. Это все вот для вас это мелочи, для вас это рутина, для вас это обыденность. Когда вы будете замужем, вы будете об этом вспоминать, и для вас это будет сверхценность, поэтому цените это сейчас, и вы увидите, что мужчины с серьезными намерениями к вам потянутся, потому что вы этого достойны, достойны уже здесь и сейчас. Вы прекрасная женщина, вы красивая женщина, вы уникальная женщина, и вы достойны самой глубокой любви, самого большого уважения и самых прочных, надежных, стабильных отношений. Просто проработайте вы эти комплексы, проработайте вы эти страхи, и у вас это будет, это очень легко, и это доступно каждой. Я надеюсь, это видео вам помогло, ставьте мне, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой инстаграм, там мы часто обсуждаем интересные темы, и там я выкладываю посты с лайфхаками психологическими каждый день. Конечно, подписывайтесь на мой канал, я очень рада, что вас становится больше и больше. И помните, я вас люблю, и вы ничего не можете с этим поделать. Субтитры создавал DimaTorzok